доброго времени суток 777 с вами снова я евгения пономарева и сегодня я расскажу вам о том как легко и просто создать шапку для своего канала youtube вот пример моего канала вот пример моей шапки что вы видите очень красиво оформлена оригинально и презентабельно значит так для этого нам понадобится вот такая вот программа панзоид ссылки все рекомендации будут даны под видео после него значит вот такая вот программа вот вы видите первая строчка а выбор какого-то шаблонного фона мы можем выбрать абсолютно любое шаблон а можем загрузить свои фотографии значит так смотрите а для youtube а нужны определенные размеры размеры 2 560 на 1440 пикселей чтобы картинка была не более 2 мегабайт и желательно в расширении jpeg да так вот вы видите что картинка выделена по середке вот эта зона самая темная будет видно на мобильных устройствах зона немножко пошире будет видно уже на планшетах а зона вот самая светлая то есть самая широкая вся полностью будет видно на компьютерах то есть вам необходимо оформить свой канал youtube так шапку вернее чтобы у вас картинка вместилась вот либо в этой зоне либо немножко если выходила но будьте будьте внимательны в том что будет видна на мобильном устройстве только вот часть панда то есть вам нужно ориентироваться на середку фон фон подбирайте такой чтобы также по середке была красивая картинка да вырисовывалась значит можно выбрать стандартный вот какой-либо стандартный сразу же со своими фонами со своими шрифтами да но мы выберем свой итак для этого нам надо нажать в этой программе layers 2 это слой 2 я не буду говорить предыдущий им не пользуюсь вот upload an image это загрузить картинку вот вы видите загрузить фоновую картинку файл выбираем я уже предварительно скачала картинку а выбрала такую красивенькую вот видите она сразу загружается как бы не в широком формате то есть она не за не полностью чтобы сделать полностью вот здесь вот есть и стиль имидж стайл вы выбираете фил фил то есть а полный будет вот если кастом она вот где-то в уголке да то есть там надо выбирать в общем выбирайте фил видите вот красивенько она расположилась как-то так вроде в углу здесь вот мы можем что-то написать теперь как работать с текстом то есть если фон вас устраивает да еще вот layer opacity это функции слоя то есть вы можете его осветлить осветлить вот видите а первый слой вон как бы виден первая заглавная картинка поэтому мы осветлять ничего не будем принципе очень красиво хорошо ярко будет смотреться оригинально значит так потом мы нажимаем здесь мы ничего не нажимаем это тень канала будет тень канала тень канала нам не нужна да еще вот здесь вот basics после шаблонов до basics вторая строчечка есть это 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 тип тип фона который мы будем выбирать нам нужен вот можно аватар канала то есть для youtube а именно можно свой аватар сделать а то есть вы загружать фотографии редактируете нам нужен именно фон поэтому выбирайте youtube one цвет фона можете не выбирать потому что ваш фон будет его за закрывать теперь выбираем текст и имидж значит вы видите вот этот текст вы легко можете переносить мышкой для того чтобы его отредактировать нам необходимо вот спрайт один это вот у вас как бы вот этот вот текст чтобы на нем написать допустим там другое да вот фаберлик онлайн допустим пишем название нашего проекта вот нажимайте на мышкой на пустую сторону вот он фаберлик онлайн так тире не отобразилась тире не отобразилась ага тире не отобразилась она не будет тире ну и ладно пусть будет так вы можете поставить кавычки у вас будет фаберлик онлайн ага кавычки значит смотрите эта программа распознает только английские шрифты английский английские буквы шрифты если вы напишите русскими буквами вы можете написать русскими буквами фаберлик или что-то типа такого да но он у вас будет только в таком шрифте или максимум вот вот какие-то стандартные если вы захотите что-то оригинальное вот допустим басика бэбас какие-то такие шрифты он у вас не будет их распознавать он будет распознавать только английские буквы если вы фаберлик напишите на английском то пожалуйста вот прокрутка да то пожалуйста все шрифты будут соблюдаться то есть абсолютно все можно выбрать все что вы хотите допустим пусть такой остается так теперь здесь можно несколько строчек с текстом писать то есть допустим если вас устраивает такой шрифт такой текст вернее такой шрифт такой объем такой вид текста то вам чтобы создать допустим текст таким же стилем необходимо нажать вот эту вот кнопочку это называется дублика вот у вас пожалуйста второй слой видите второй слой будет продублицирован но здесь вы можете уже написать какой-нибудь слоган допустим проект в котором все зарабатывают ну допустим вот у вас естественно шрифт будет немножко другой потому что еще раз повторяю русскими буквами все шрифты не работают ну допустим вот так вот она у вас так будет смотреться вы же учтите что здесь в углу в левом углу будет ваша аватарка на youtube правом нижнем углу вы будете писать свои ссылки в контакте одноклассники там регистрационные поэтому смотрите они будут закрывать часть текста поэтому текст как мы редактируем текст я сейчас покажу на первом слое да вот вниз после этого вот есть цвет 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 мы меняем нажимаем на эти квадратики в принципе цвет любой можно выбрать вот вы двигаете выбираете любой цвет вот вам пожалуйста это градиент если вы не хотите чтобы был градиент а хотите чтобы был один цвет вот удаляете просто он у вас чисто голубой если хотите чтобы был градиент нажимаете левой кнопкой мышки на любом месте опять на квадратик и опять на какой-либо чтобы выбрать цвет вот этого текста достаточно на него нажать мышкой и опять использовать цвет ну в принципе пусть так будет до нас устраивает вот смотрите мы нажимаем снова на этот текст это получается на спрайт 2 написано и нам теперь необходимо с ним немножко поиграться то есть вот есть градиент angel смотрим что он дает да в принципе и ничего не дает позиция позиция это если вы будете ее менять она будет вам пододвигать вам туда-сюда то есть то что вы делаете мышкой кто делает вручную rotation это наклон наклон вот как вам хочется вниз не идет вот вверх хочу вот так сделать и размер размер именно слов это имеет значение то есть вы можете выбрать вот такой вот да чтобы все видели что-то подрели дальше текстовая граница то есть оформление то есть по тексту будет такие черные буквы все буквы будут ограничены черным цветом можно не черный можно выбрать это красный они будут с красным видите немножко подсветилась вот это на свой вкус и начинайте играться а тень текста можете выбрать тень текста какая она будет можете не выбирать тень текста вот тень видите она подсветилась чуть-чуть вроде бы уже красивенько так вырисовывается а блюр это сейчас я вам покажу что это это размер тени текста то есть видите она распыляется больше вот принципе и все быстро легко буквально 10 минут вы создали достаточно скачать красивый фон достаточно немножко поиграться словами добавить свой слоган и все для того чтобы скачать фон необходимо нажать вот когда вы все посмотрели вас все устраивает вы нажимаете download your background скачать свой слой он скачивается финиш нажимаете download вам переходит на сайт на ссылку сайта и вот здесь вот в уголку для вам дан у меня windows десятка стоит мне написано что фон скачен но он скачивается формате png чтобы понимали сейчас вот и скачивается не в том размере в котором нам нужен для того чтобы нам скачать тот размер нам необходимо немножко другая программа вот мы сейчас этот фон со словами скачиваем просто на рабочий стол сворачиваем это все сейчас смотрим у нас вот такая вот картинка вы поняли картинка которая без всяких без всяких без всяких пометок да что она подходит под шапку youtube чтобы нам сделать ее нормального размера и поместить шапку нам необходима программа пэйн обычная стандартная программа на всех компьютерах вы вставляете сюда свой фон с рабочего стола который вот он у вас в таком размере вы ничего не делаете вот у вас есть кнопка изменить размер и есть пиксели видите пиксели вот у вас есть по горизонтали повторюсь какой нам нужен две два пятьсот шестьдесят на тысячу четыреста сорок пикселей вот он у вас в принципе такой стоит да вот поставил нажимаете ok все у вас вот такой вот пиксель вот внизу вас написано но чтобы работать с такой картинкой и переставить ее формат jpeg нам необходимо нажать на вид и просто уменьшить формат просто уменьшаете видите вы уменьшили формат увеличили можете что-то подредактировать подкорректировать если вам удобно но в принципе меня все устраивает да ничего не нужно теперь вы пишете файл сохранить как на рабочий стол какое-либо имя не важно и здесь тип файл выбираете jpeg вот jpeg он вам сохраняет на рабочий стол jpeg этот файл теперь вы его закрываете 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 вот он у вас на рабочем столе это вот вам ничего не надо вы проверяете тот ли этот файл вот jpeg название а он всего 305 килобайт весит все вас он устраивает теперь вы заходите на свой канал youtube у вас есть здесь кнопочка шестеренка да где вы все делаете и вы в настройках это я далеко зашла это я уже сильно сильно далеко зашла здесь все намного проще в правом верхнем углу есть карандашик нажимаете него изменить управление канала вот загрузка фотографий выберите фотографию на компьютере вы выбираете свой фон он у вас грузится и вот пожалуйста он на пк как он у вас будет видно как будет видно на телевизоре как будет видно на телефоне все в принципе нормально вы выбираете и у вас меняется фон все легко и просто если вам было полезно это видео было полезно эта информация подписывайтесь ставьте лайки благодарю за внимание с вами была евгения пономарева интернет проект пабеллик онлайн всем пока пока